Приветствую, дорогой отец Борис, братья и сестры. Мы с вами уже завершили второй день Первой Семицы Великого Поста и в эти дни мы с вами часто слышим молитву преподобного Евгения Масилина «Господи, Владыка Животанная, Бог, праздность, уныние, любоначалье, празднословие и дашние, души целомудрые, смиренно мудрые, терпение, любви, дарами работали. Ей, Господи, Царю, дарами зрите Моя прегрешение и прости Ме всякость грешения. Да не осуждайте брата моего, яко благословенный сей в веки веков. Аминь». Вот эту молитву мы с вами часто слышим, где говорит, где совершается прошение, что Господь нам оставил вот такие порочные вещи, да, страстные такие наши желания. Праздность, уныние, любоначалье, празднословие. Ну вот, наверное, один из самых таких распространенных пороков в сегодняшнее время, современное, является празднословие. Мы к нему привыкли, мы уже привыкли к этому воздуху отравленному, и он становится для нас обычным. Празднословие – это обычное вот явление в нашей жизни, далеко ходить не надо, достаточно включить радиоприемник в машине или посмотреть телевизор, где совершаются различные там конференции, дебаты, особенно, можно сейчас совершать дебаты какие-то, шутку можно назвать «стенка на стенку». И говорится много, а сути мы как-то и не слышим этой сути. О чем же говорится? Вот святитель Иннокентий Борисов на толкование молитвы преподобного Ефрема Сирина говорит, что наши слова, они никуда не исчезают, они не растворяются в воздухе, они проходят через века, через года, через столетия, и в конце концов они приходят вместе с нами на суд Божий. вот святитель Иоанн Златоуст говорит, что Бог будет нас судить не по чьим-то словам, а по нашим словам. И вот так же к пророчеству, это об этом пророк Исаия, что не будет Бог слушать сплетни о нас различные. Первым, кто будет нас осуждать, это наши с вами слова, потому что они придут вместе с нами на страшный суд. Поэтому вот как именно аккуратно надо обращаться словом. Ну, какое у нас, у современных людей есть оправдание, привыкшим к такому прознословию, да, как я уже говорил, что мы живем в этом мире, пронизанном именно прознословием. Говорим, говорим, а о сути как-то и во многих словах нет. О ценности слова говорит нам Священное Писание, и Ветхого Завета, и Нового Завета. Но мы, если это как-то не понимаем, то мы… не проникает нас в слово Священного Писания, то мы можем обратиться именно к опыту совсем, как говорится, далеких людей от Священного Писания. Это к древним спартанцам и к племенам, живущим где-то в Центральной Африке. Вот древние спартанцы, для них самой главной валютой это было слово. Деньги у них были большие, такие огромные деньги, очень неудобные, поэтому все ближайшие племена, которые жили вокруг Спарта, смеялись над ними. Вот в одном, как говорится, моменте истории, когда противник напал на Спарту, и им было послано такое, можно сказать, именно ультиматум. Мы ворвемся в ваш город, если вы его не отдадите, мы ворвемся в ваш город, разграбим его, насилуем ваших женщин, ваших юношей сделаем рабами. Спартанцы ответили, только одно слово, если. Другой пример древних, именно глубокого такого племени, африканского. Вот люди, живущие совсем далеко от цивилизации, не знающие ни компьютеров, ни телевизоров, ничего. Вот интересный момент, когда они приходят в лес, чтобы срубить какое-то дерево, они на него кричат. Они верят, что таким криком, некими словами устрашающими, они умертвляют сердце дерева. Ну, мы можем посмеяться, да, как, ну, что там глупые какие люди, а что далеко ходить. Ведь мы-то тоже слово можем с вами убить, правильно, друг друга? Очень легко. Но мы это делаем по злобе своей, а порой и по наивности, порой не по воздержанности своей мы это делаем. А эти люди кричат слово с верой, что они именно могут убить живое существо, пусть даже это делают. Так, например, как слово влияет еще на животных. Например, тоже в одном из африканских племен есть такое обычае, когда они ловят для продажи европейцам, ну, например, животное, какую-нибудь обезьяну, то это животное, обезьяну, они привязывают к столбу. Вокруг этого столба садятся люди. Конечно, это прежде всего женщины. Они занимаются каким-то рукоделием и непрестанно беседуют с этой обезьяной. И через некоторое время обезьяна ломается. Почему это происходит? Ну, потому что сердце животного не привыкло к таким длинным словам. Мы уже с вами привыкли. И реакция какая на такие длинные слова? Что сердце наше становится жестким и жестоким, невосприимчивым. Нас уже ничем не пробьешь. Но Слово Божие нам надо как-то говорить. Конечно, надо говорить. И какое бы время ни было, в сегодняшнее время Слово Божие должно именно звучать. И в наше время. И как мы его можем говорить? И как дойти до нас, вот людей, очистивших, привыкших прежде всего к такой жизни, в постоянной болтовне. Как до нас достучаться? Застучаться только можно одним – благодатью Божией. Если благодать Божия в нас входит, то мы через призму именно этой благодати Божией уже смотрим на современный мир, в котором мы живем совершенно по-другому. Мы как-то понимаем, что надо от чего-то избавляться. Если, например, я занял деньги, мне надо их отдавать. А если я наговорил много слов, как мне отдавать? Значит, надо забыть какие-то слова или сменить какие-то слова на другие, более достоверно, чтобы наша с вами речь была именно открытой и понятной. Вот поэтому надо, дорогие мои братья и сестры, учиться именно выражать свои мысли кратко, но четко. Поэтому краткость – это всегда была сестра таланта. Выразить эту мысль кратко и четко, чтобы она была понятна. И вот об этом как раз и говорит в своей молитве преподобный Ефрем Серин. «Господи, Бладыка Животаемая, Господи, Дух в праздности любоначалья, празднословие не дашь тьме, а что Он просит? Дух же целомудрие». Целомудрие, как мы знаем, особенно в современном мире, молчаливо, оно скромно, оно не будет себя выпячивать, хвастаться, а бессовестность, блудодеяние, оно именно многословно, потому что себя показывает в том виде, какое оно есть. Это мы прекрасно знаем, из нашей жизни тоже знаем, из близких своих людей. Смиреномудрие – оно тоже молчаливо, потому что это смирение. Зато гордость очень говорлива. Она старается себя выпечатить, показать себя, какая она есть. Оказывается, вот что надо делать, да? Любовь настоящая, она тоже молчалива. Почему? Потому что любовь, что она делает? Она всегда долготерпит. А долготерпение – значит, это не отвечание на какое-то злое действие или злое слово, а претерпевание его. Вот, оказывается, о чем говорит в этой молитве преподобный Ефрем Сирин. Чтобы мы с вами именно исправляли себя вот таким образом. Были более скромнее, более любочестивы, более целомудренны. А для этого нам нужно именно постараться почаще хранить молчание. Отложите на какое-то время свои мобильные телефоны. Не поговорите по скайпам, да? Оставьте их на какое-то время. Уделите время молчанию какому-то, да? Пребывание именно в чтении и в молитве. И вы увидите, что ваша жизнь начнет меняться. Поэтому сейчас, особенно во время Великого Поста, нам как-то это очень непотребно. Даже неудобно хоть много болтать. Как-то некрасиво, когда именно сейчас, в такое время, мы, особенно люди, называя себя церковными людьми, где-то собираясь, вдруг начинаем рассказывать какие-то вещи, многие вещи такие, и становится очень неудобно. То есть приходит осознание. Дух Божий, который животворит, вдруг именно входит в нас и дает нам осознать, что многоглаголить, пусто глаголить – это плохо. А лучше быть целомудренным, смиренно-мудренным и иметь дар настоящей любви. Продолжение следует... Продолжение следует...